Мы продолжаем наш рассказ о турне по югу России и мы закончили Туапсе и из Туапсе мы выдвинулись в колыбель соревновательного дзюдо, город Майкоп, где появился человек, который стал первым олимпийским чемпионом в Советском Союзе по дзюдо город Майкоп, известная майкопская школа дзюдо и самбо под руководством Якуба Комбалетовича Коблева олимпийским чемпионом стал Владимир Невзоров в 1976 году если мне не изменяет память мы выдвинулись из Туапсе и поехали через перевал тоже интересная дорога такая, перевал Шоумянский, кажется так, или Шоумянский, кажется, перевал я помню, как мне говорили, он со времен давних в таком состоянии, но начали какую-то реконструкцию там делать мы ехали трактора видели трактора, да, все там что-то начинает какую-то реконструкцию, я думаю, что может быть через пару лет его приведут в достаточно хорошее и удобное для ехали не быстро ехали не быстро, скажем так но счастливые но к вечеру добрались до Майкопа разместились в... тоже нам забронировали отель, гостиница Майкоп мы там разместились поужинали в самостоятельной обстановке тоже хороший ужин такой у нас был, да прогулялись по Майкопу вечером до магазина и обратно до отеля а утром нас встречала спортивная школа олимпийской подготовки именно имени Владимира Незорова директором которой является Салим Басто он же нас встречал и было... для нас было очень большим удивлением и даже может сказать... с кем он встречал да, с кем он встречал можно сказать, даже мы достаточно радостно это восприняли потому что это был для нас еще один дополнительный опыт опыт того, что мы покажем то, что мы знаем коллективу учениц женского пола то есть у нас собралось порядка 20 девушек, да, где-то так в возрасте от 2000... ну, от 14 до 20 лет и мы демонстрировали наше знание этой категории дзюдоисток и это был очень интересный опыт для меня, по крайней мере потому что я еще никогда... столько не видел не демонстрировал и то восприятие, которое в разговоре и с Салимом Басто и с другими тренерами которые там были то восприятие, которое мы как бы практически... мы ворвались в то, о чем они думали помнишь, да, в разговоре? ну, то есть, по крайней мере, мне так показалось, что мы прям в контекст вписались того, о чем они думали не знаю, насколько это прям вот сто процентов я так скажу, что с очень большим интересом смотрели да, с очень большим интересом с большим вниманием и что там... да, можно же, да? да, уже можно, да... что мы же показывали упражнения, да? вот такие, на раскрытие, скажем так то есть, сжатие, раскрытие и вот именно только там заметили, скажем так, что упражнения выполняют все же захват выполняют ну, вот, сжатие Но надо же, мы же как устроены, что если бицепс тренировать, то трицепс надо тренировать Если тренируешь сжатие, то надо мышцы растягивать И вот убедились, что снова мы на что-то уже, это настолько естественно становится, что не обращаем внимания И вот когда делали, и руки вот так вот Я даже приехал на своих перепроверил вчера, тоже вот так вот руки держат А не раскрывают, когда вот, джунка-то Локти тоже не до конца, как бы раскрывают Да, 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 что именно вот Притяжения нет, нет вытяжения, раскрытия полного такого Да, 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 раскрытия нет, да, допустим И на этом застрелили внимания, и все, да, дальше лучше, прям лучше, лучше пошло И действительно необычный опыт, что столько Но они это сделали целенаправленно, я тоже спрашивал То есть задались целью, что пропагандировать это не только мужское, но и женское дзюдо А Роман всегда говорил, смотрите на женщину, и вы увидите дзюдо истинное Ну, это Кана так сказал, что хотите увидеть истинное дзюдо, посмотрите на женщину Или как двигается женщина, вообще все ее повадки и так далее Ну, может быть, гибкий Ну, принцип так, поддаться, чтобы победить Да? Да Вот И, кстати, вот джюно-ката, которая использовалась и потом практиковалась супругой Кана И она очень большую лепту в это внесла И перевод мягкая ката Такое эстетическое ката называется еще оно Ката эстетическая То есть, и основополагающие принципы всего дзюдо, заложенные в нем Или искусство, да, так сказать, боевого И вот эта эстетика И хочу сказать, что, да Хотя это сложно восприимчиво было Потому что, что хочу сказать, что Ката, если мы говорим о дзюдо Ката, конечно же, практикуется То есть, сегодня достаточно распространено Но Какое ката? Мы знаем, что ката есть разновидности ката В основном практикуется рандорино-ката Это Туда входят две ката Это нагино-ката И катами-ноката Это техника Стойки, да, бросковая И техника удержания Катами-ноката Техника сковывающих действий Это ката для спаррингов Но 90% точно, я уверен Что не практикуется И не изучается Именно вот такие каты Как эстетическое воспитание Как дзюно-ката Ката здоровья-сберегающих технологий Да, но если только их практиковать То разница, опять же, в три уровня мы говорим Ты сам практикуешь Ты практикуешь с предметом Ну, кто, если ударники, грушу И рандори надо Да, и спарринги И спарринги обязательно нужны То есть это все в комплексе Конечно, конечно Почему Роману хорошо было? Потому что он много лет потратил на эти спарринги И тогда никто Не мог сказать, что какое-то рафинированное движение делает Они гармоничные, скажем так И есть за плечами опыт И тогда вот Поэтому и делились таким Чтобы не только вот дойти любой ценой И все там до вершины А потом с кубарем скатиться туда А наслаждаться этим путешествием Да, и что хочу сказать Вот Влад Вот еще раз То, что мы разграничили наши акценты Что я показывал Что Влад показывал Что Андрей показывал И это очень хорошо Еще раз вписалось в ту программу И в ту программу Которую вот мы с девушками делали В Майкопе Еще что в разговоре я сидел Когда Влад показывал И мы сидели с Салимом в сторонке И обсуждали И вот он прям Что мне было очень, так сказать Как мед На сердце Да, бальзам такой, да Что он говорил Что вот это вот Не хватает Им не хватает И очень интересно И скорее всего Ну как бы у них Такого в плане стоит В задачах стоит Как бы это развивать Ну может тоже это же так Ну в приватных беседах Что спортивные Никто не отрицает Все это Как еще одно дополнение Тренировки 6 дней в неделю идут Ну 6 дней в неделю Нельзя же бороться Ну можно бороться Ну сколько-то это Год, два, три, пять И все И потом сбой происходит Организм говорит Все Хозяин, я устал Ну ресурс-то человеческий тоже А если День бороться Ну как Или тренировки Сбалансированы Вот как было Вперед Забежим Да Они потом И наши посмотрели И сами потом поборолись То есть Можно все как из кубиков Складывать Вот этот процесс Как недельный Как месячный Как годовой И процесс На всю жизнь Ну то есть Вот смотри Мы берем как боевое искусство Может быть технологии Технологии Как спортивная соревновательная деятельность Технологии Как восстановительная деятельность Технологии Как прикладной деятельности Прикладной Да Ну ты же Можно прикладывать То есть Если допустим Мы возьмем Спортивно-соревновательную деятельность Где должны быть нагрузки есть Но надо же восстанавливаться И зачастую в большинстве своем Пользуются какими-то восстановительными методами Или фармакологическими Или какими-то дополнительными Традиционными Баня, прогулки и так далее Но походы Мы тоже об этом говорили Это следующее Но Все некоторые моменты упускают Что Можно и восстанавливаться Можно и восстанавливаться И мастерство практиковать Продолжать То есть Такие делать техники Такие формы ты используешь Что ты не напрягаешься Но в то же время И ты все время как бы в этом супе Но практикуешь Но практикуешь Это и есть принцип допустим Дзюно-кота И вот Сувари-вадза То, что ты делал Сувари-вадза это какое-то движение Ну это движение Это тоже Это тоже есть Ты формируешь Я заметил Со стороны Здесь формируется Формируется осанка Формируется Передвижение Оно Оно не напрягает Ну я бы не сказал Ну опять-таки Это выглядит легко Так Посмотри как они выполняют Понятно Ну потому что Новый вид деятельности Новые мышцы И потом опять-таки Вот я заметил Они пытаются сделать В большинстве своем Все Пытаются сделать быстро А почему быстро? Опять соревновательная деятельность Ты прием должен делать быстро Нельзя делать медленно Но принцип такой Начинаешь медленно Да Потом снова надо замедляться Чтобы почистить Потом у тебя увеличивается скорость Потом ты опять медленно И вот это перетекание должно быть Нельзя Ну как бы сразу Мне так кажется Нельзя сразу Поэтому Зачастую Вот я заметил Что пытались сразу быстро все сделать Ну да Это нормально Вот А все-таки Может быть надо было бы Разложить Максимально Замедлиться Как можно Так это очень тяжело И попробовать это максимально Замедленно сделать И тогда это войдет Вот в принцип того Как это восстановительный процесс То есть ты восстанавливаешься Через практику Вот такой момент Ну он очень хорошо там показал Да вот Вот с руками Да В захваты Да Скажем так Прям вот Ну почему ты явно выстрелил Ну потом мы хорошо побеседовали Нас хорошо там После занятия И кстати нам Вот тоже У нас же занятие Это было Если посмотреть Допустим Вот в Таганроге Да Мы прям четко А это под нас Было занятие под нас В Таганроге В Таганроге Если возьмем мы Анапу Лазаревское Топсе То мы как бы Влились В их программу Да В тренировочный процесс А вот В Майкопе Опять Было сделано Специально Специально Под нас То есть Очень даже хорошо Это такое Как бы Амакаса А случай Надо рассказать Надо Как это Слушателю Привет передать А Случай Влад Расскажи Да расскажи О чем Ну ты же Решил к тебе Подошел Нет Я говорю Спасибо большое Вы мне помогли При демонстрации Он говорит А я ваш подписчик Я говорю Какой подписчик У меня нет А он говорит Я смотрю Ваши в бане Посиделки Ух ты А он говорит А мне так удивительно Что я смотрю Вас там А вы здесь И причем Это так быстро Да Кажется Его зовут Умар Я тоже Я стою Влад показывает Упражнения И ко мне Подходит Умар Кажется Да Он говорит Все выпуски Смотрю Так удивительно И он говорит А вот я Я ваш зритель Смотрю Ваши размышления И это Было Приятно Приятно Удивительно Поэтому Мы пригласили Да И приглашаем Да Будет не только Зрители Мы участники Да Еще даже Там видео будет Да И он принял Даже участие В самом процессе Влад нам показывал Упражнения с ним Нет Это понятно Я имею до суда Участия А суда Участия Мы всегда Влад всегда Его баня Всегда открыта Закрыта Закрыта Студия Да Студия Ну Ну так и студия Я погорячился Сказал Что всегда открыта Она выходит Чи-чи Вот И это тоже Очень хорошо Было Что еще Майкоп Мы Нам сделали Очень хорошую Экскурсию Нам сделали Экскурсию По университету Показали В этом университете Университет физической культуры Да Адыгейский Там был Музей Якуба Коблева Мы посетили Да Очень хороший музей С Много информации Много исторических документов Много Всего Что Достаточно Кто интересуется Боевыми искусствами Дзюдо Сану Вообще любыми Можно посмотреть Об истории этого человека Личность неординарная Очень яркая Вот И Оставь И Это было вообще Нас попросили Отставить отзыв Книги Гостей Да я почитал Там И колокольчик там был Там был колокольчик еще Мы что-то загадали Но не знаю Можно было загадать желание И стукнуть колокольчик Так все делают В общем было очень интересно Потом мы посетили Институт дзюдо Где будет проходить Имени Якуба Коблева Где будет проходить Чемпионат России Под дзюдо В конце сентября Среди мужчин и женщин Этот чемпионат Проводится Вообще Впервые Впервые В Майкопе По взрослым Да И в этом здании Мы посмотрели это здание Мы были Так сказать Практически Экспертной комиссией Все одобрились Сказали Все прекрасно Все хорошо Согласны Согласны У нас не спрашивали Но мы все равно Мы все равно Согласились Нет нам показали Действительно так Да Здесь условия шикарные Да Ну Зал просторный И само Само название Но Что хочу сказать Что В разговорах Опять Такая Некая Немножечко Ну может быть Это нормальное явление В принципе Это нормально То что двигал один человек И не доделал до конца Ввиду того Что Ну жизнь Недолговечна Все таки Теперь уже никто не сможет Доделать до конца То есть Та идея То Та мысль Которая была у Якуба Коблева Создать В Майкопе Институт дзюдо По примеру Как Кадакан Как во Франции Есть такой институт дзюдо И чтобы в России Был такой Институт дзюдо Именно институт дзюдо То есть Там ничего не преподают Там только Значит Вот в этом зале Где будет чемпионат России Под дзюдо Должно было быть По плану Якуба Коблева Татами застелен Тут гостиница На Сколько он сказал На 200 человек Тут Классы По Теории Восстановительные То есть Там только дзюдоисты То есть Ты туда целенаправленно приезжаешь И там как метко Вот дзюдо Реально Но Видите как Не стало человека И идею Невозможно реализовать До конца Она осталась Нереализованной И вряд ли Она уже реализуется Потому что Ну Во-первых Само здание Оно как бы Если мы возьмем Кадакан дзюдо Это частная собственность Вот То есть Оно Не финансируется Как я знаю За счет Частный бизнес семьи Кана Вот Если возьмем Там Франция Скорее всего Тоже Конечно Есть какие-то Дотации государственные Но здесь Вот такая ситуация Что Вот мы пришли В зал Там играли Гонболисты То есть Там уже Другие виды спорта Значит Уже сделать Такой вот Чтобы это было Именно институт дзюдо Не совсем получается Хотя название Так и остается Институт дзюдо Имени Якуба Коблева Вот такая вот вещь Потом мы Хорошо поужинали Очень хорошо Прям Шикарно С адыгейскими Такими Чебуреками Чебуреки С адыгейским сыром Очень вкусный В общем все Чай, компот И отправились И отправились В заключительный Город нашего турне На котором Маленькая пауза И мы Продолжим Маленькая пауза Маленькая пауза Маленькая пауза